Время новостей. И на Первом Карагандинском. В студии работает Ирина Камышова. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Прокуратура готовится к паводкам. Надзорный орган Карагандинского региона не отрицает, что в шахтерской столице весной возможно ЧП. В Карагандинской области с начала года зарегистрировано 6 ДТП с участием общественного автотранспорта. Баужан Абдишев посетил Тимиртау. Это его первая встреча с жителями города Металлунков в качестве Акима области. Поймали по горячим следам. Сотрудниками полка патрульной полиции УВД города был задержан 54-летний безработный, подозреваемый в совершении убийства, сообщает пресс-служба ДВД Карагандинской области. Напомним, 5 февраля днем в одном из домов частного сектора в ходе совместного распития спиртных напитков и возникшей ссоры, 54-летний карагандинец нанес ножевое ранение в грудь 50-летней хозяйки дома, которая от полученных травм скончалась. Под весом улик задержанный дал признательные показания о совершении убийства, сказали в ведомстве. За совершенное преступление мужчине грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет. В Карагандинской области сотрудниками криминальной полиции задержаны двое подозреваемых в совершении разбойного нападения на кассира букмекерской конторы. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе областного ДВД. Напомним, несовершеннолетние карагандинцы в декабре прошлого года совершили разбойное нападение на 29-летнего кассира букмекерской конторы. Угрожая предметом, похожим на пистолет, открыто завладели деньгами в сумме свыше 460 тысяч тенге. Молодые люди, учащиеся в колледже, дали признательные показания в совершении разбойного нападения и у них изъяты вещественные доказательства. За данное преступление им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Бесполезная вода. Жители элитного района Кунге уже 10 лет не могут устранить аварию водопровода на своей территории. Люди не раз обращались в уполномоченные инстанции, но решить проблему до сих пор не удалось. В ситуации разбиралась Аида Ибраева. И вот эта вода нам так, вот далеко до Део бежит, там образует озеро. Из-за слоя снега размах протечки воды на территории 14-го микрорайона Кунге не так заметен. Но, как говорят очевидцы, летом здесь можно даже купаться. На протяжении 10 лет крупную аварию на местном водопроводе никто не устраняет. Сколько раз обращались в Караганды Су, звонили по проблеме того, что у нас вода пробита и вода постоянно течет. Водоканал оправдания находит в том, что говорят, что мы не стоим на балансе именно. И, соответственно, не стоим на балансе у города. Хотя все эти налоги, все полностью, мы все оплачиваем. Это никому не нужно. В какую организацию только не обращались. И в городской Акимат, и в районный. Дальше мы просто не доходим. И кто нас пустит-то? Как говорят жители элитного района, на их обращение в Караганды Су отвечают коротко. Кунгей – это частный сектор. Частный сектор. Мы же горожане. Мы же жители Караганды. Мы налогоплательщики, также платим налоги. В бюджет все отчисления идут. Что за отношения, вот непонятно. Однако представители Караганды Су утверждают обратное. По их словам, никаких жалоб от жителей Кунгея не поступало. Водопроводные сети по адресу Кунгей 2-я очередь, 14-й квартал, 12-й участок, на балансе Караганды Су не состоят. Эти водопроводные сети были построены потребителями за счет собственных средств. Ликвидация утечек на таких сетях, которые не состоят на балансе Караганды Су, может быть выполнена только в счет платных услуг. На данный момент, то есть по состоянию на 7 февраля 2012 года, в аварийную службу уголосточного участка, который обслуживает этот район, заявок на утечку по адресу Кунгей 2-я очередь не поступало. Таким образом, бесполезными остались кубометры проточной чистой воды. Наверное, это и явилось главной причиной беспокойства жителей Кунгея. Район Кунгей в народе Дворянское гнездо сегодня с трудом можно назвать элитным районом. Здесь нет дороги, не ходит ни один автобус, центральный водопровод в аварийном состоянии. И так уже 10 лет жители поселка не раз пытались починить трубу своими силами. Но, похоже, самостоятельно им не справиться. Аида Ибраева, Бауржан Алипов, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. Прервемся на короткую рекламу. Впереди все самое интересное. Оставайтесь с нами. Молочная фабрика «Натиже» представляет Новый продукт – ацидофилин Бактерии «Акцидофилус» выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют ацидофилин страховкой от рака желудка. «Натиже» с заботой о вашем здоровье. Прокуратура готовится к паводкам. Надзорный орган Карагандинского региона не отрицает, что шахтерская столица весной возможно ЧП. Об этом сообщили сегодня на заседании. В области уже создаются штабы по защите населения от паводковых вод. На территории области сотрудниками прокуратуры определены 49 гидротехнических сооружений. На сегодняшний день принимаются меры по их укреплению. Также, отмечает уполномоченный орган, проводятся необходимые мероприятия, направленные на подготовку сил, средств для эвакуации населения при возникновении угроз. Прокуроры предупреждают жителей Карагандинского региона о необходимости быть готовыми к предстоящему паводковому периоду. О любых возникших чрезвычайных ситуациях можно сообщить по телефону 413402 или 112 или в областную прокуратуру 353533. В Карагандинской области с начала года зарегистрировано 6 ДТП с участием общественного автотранспорта, в пяти из которых виновниками стали водители автобусов. Сотрудники ГАИ вышли на автобусный рейд. Полицейские обещают жестко наказывать виновных. К слову, ДТП с участием пассажирского автотранспорта характеризуется высокой степенью травматизма и имеют большой общественный резонанс. Дорожные сражи порядка приводят неутешительную статистику. В прошлом году совершено 27 дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, в которых погибли 3 человека, пострадали 28. 7-9 февраля в городе проводится профилактическое мероприятие «Автобус». Региональные подразделения транспортного контроля совместно с местными исполнительными органами будут выявлять и пресекать нарушения правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров. Кроме того, сотрудниками дорожной полиции будет организована проверка технического состояния общественного транспорта. Экскурсия для будущих юристов. Музей боевой и трудовой славы ДВД области побывали студенты Карагандинского экономического университета. По словам организующей стороны, мероприятие носит воспитательный характер. Цель – ознакомить подрастающее поколение с историей органов внутренних дел Карагандинского региона, а также помочь в выборе будущей профессии. Музей ДВД области был создан в 1981 году. Среди экспонатов имеются образцы оружия времен Первой мировой войны, Великой Отечественной войны, а также письма и документы, имеющие историческую ценность, образцы форменного обмундирования. После экскурсии в музей студентам продемонстрировали учебный центр «Полигон ДВД области». Это первый в республике учебный центр для молодых следователей, криминалистов и дознавателей, где условия приближены к реальным. Глава государства сказал, что молодежь – это бриллиантовый потенциал нашей страны. Колледж экономики, бизнеса и права Карагандинского экономического университета КАСП «Потребсоюз» на данный момент готовит студентов, которые обучаются на специальности правоведения. Специалисты, студенты, которые обучаются на данном специальности правоведения, сегодня посещают музей при областном департаменте внутренних дел. Оставшихся без работы металлургов Арселор Миттал Тимиртау трудоустроят, так сказал Аким Тимиртау Нуркен Султанов. Сегодня в городе металлургов состоялось первое заседание актива под председательством главы региона Болжана Абдишева, на котором подвели итоги социально-экономического развития города Спутника за прошлый год и планы на 2013-й. С отчетом о социально-экономических показателях Тимиртау выступил Аким города металлургов Нуркен Султанов. В этом году в Тимиртау появятся четыре новых детских сада. Будут реализованы несколько проектов по форсированному индустриально-инновационному развитию, а дома продолжат ремонтировать по программе модернизации ЖКХ. К слову, Болжан Абдишев призвал чиновников активно пропагандировать программу президента. Отдельно остановились на вопросе промышленного развития. Так, по итогам прошлого года, объем производства главного промышленного магната Арселор Митал Тимиртау сократился более чем на 14%. Всем известно, что металлургический комбинат собирается сокращать более полутора тысяч своих сотрудников. Однако Аким Тимиртау заверил, что отрабатывается вопрос трудоустройства тех, кто будет уволен на перспективные проекты города металлургов. Что без работы не останется никто, пообещал и глава области. Все будут трудоустроены. На это есть объединение, на это есть понимание. Кто, значит, желающий, который готов трудиться и так далее, на это будет представлено все соответствующие возможности. К слову, сейчас Арселор Митал Тимиртау переживает не лучшие времена. Однако, несмотря на тяжелое финансовое положение, компания не отказалась от социального партнерства с областным Акиматом. В рамках заседания был подписан меморандум. Сумма соглашения в два раза меньше прошлогодней. На 675 миллионов тенье, согласно договору, Арселор Митал Тимиртау продолжит финансировать хоккейный клуб «Арыстан», футбольные команды «Шахтер» и «Булат», оказывать материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Компания, будем так говорить, в последнюю очередь будет отказываться от социальной сферы. Пускай нам трудно будет на производстве, пускай нам будет трудно со сбытом или с какими-то другими сферами. Но социальная сфера, она останется в любом случае для нас приоритетной. Это первое заседание Акима области в Тимиртау. Основное внимание Баужан Абдишев уделил региональному развитию. Тимиртау, как один из крупных городов области, является непосредственным участником социально-экономической жизни региона. «Основной акцент делается на регионы. Именно региональное развитие. Вы прекрасно знаете, что создано специальное министерство регионального развития. Есть фокусированные все программы, которые уже уже сегодня по стране. И мы этим вопросом сегодня должны активно заниматься и быть готовы быть активными участниками». Ирина Камышова, Лжас Габасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. С новостями спорта вас познакомит наш спортивный обозреватель Берри Копаров. Высокого качества, любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал». В Анталии в рамках подготовки к отборочному циклу чемпионата мира национальная сборная Казахстана в товарищеском матче обыграла команду Молдовы 3-1. Главный тренер нашей сборной, чешский специалист Мирослав Бераник, на матч вызвал и футболистов из Карагандинского шахтера. Среди них оказались вратарь Александр Мокин, полузащитники Максат Байжанов и давно не вызывавшийся в сборную Жамбыл Кукеев, а также нападающий Сергей Хирниченко. С начала встречи обе команды пытались не сколько что-то придумать у чужих ворот, сколько наладить собственный комбинационный рисунок. Обилие ошибок и отсутствие взаимопонимания показывали, что футболисты обеих команд еще не набрали оптимальную форму. На 20-й минуте встречи реактивный Улан Конысбаев и Марат Хайрулин провели комбинацию, в ходе которой мяч попал в руку защитнику Молдаван, но судья промолчал. Через некоторое время Конысбаев снова попытался поразить цель выстрелом из-за пределов штрафной, но мяч разминулся с воротами. На 33-й минуте после подачи все того же Конысбаева со штрафного мяч нашел голову Виктора Дмитренко, и тот был точен. 1-0. Второй голевой пас полузащитник Астаны отдал на Баужана Джолчиева, после которого Баужан не оставил шансов вратарю. Знакомый казахстанским болельщикам по выступлениям за Астану и Павлодарский Иртыш, нападающий Молдовы Анатолий Дорош вернул интригу на 85-й минуте. 2-1. А точку в матче удалось поставить все тому же Джолчиеву, который вышел 1-1 со второй попытки, добил мяч ворота. Итог встречи. 3-1. Уверенная победа Казахстана. Геннадий Головкин намерен продолжить карьеру в Казахстане. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации. Обратился к руководителям президентского профессионального клуба Астана с предложением о взаимном сотрудничестве. Фонд национального благосостояния Самру Казына, являющийся главным спонсором имиджевого проекта, объявил о своей готовности финансово поддержать идею сотрудничества именитого боксера. Управляющий директор фонда Дархан Калитаев сказал, что с обоих сторон есть полное взаимопонимание и выразил уверенность в том, что уже вскоре карагандинский боксер может войти в состав президентского профессионального боксерского клуба Астана. В отсутствии своих сборников чемпион Казахстана карагандинский шахтер продолжает подготовку к сезону на третьих заключительных сборах в Турции. Очередным оппонентом горняков стала польская Егелония из города Белосток. Первый тайм был полон обоюдоострых атак, но забить удалось футболистам из Польши уже в самом дебюте встречи. Во втором тайме главный тренер шахтера Виктор Кумуков провел ряд изменений в составе, в том числе на поле вышел и двухметровый балканский защитник Никола Василевич, который и смог сравнять счет в матче. После подачи со штрафного Борута Семлера удачно кивнул головой штрафной серп и вратарю Егелонии пришлось доставать мяч из сетки своих ворот. За пять минут до конца матча после контратаки футболисты Егелонии сумели поразить ворота Игоря Шацкого. 2-1. Итог встречи. На этом у меня все. Напоминаю телефоны новостной службы 1-го Карагандинского 4206-49. Еще больше новостей на нашем сайте. Адрес на экране. Смотрите на завтра в это же время. Всего доброго. Сауба унздар. Субтитры подогнал «Симон»